До того я не испытывал никаких враждебных эмоций в отношении Азербайджана. У меня и сейчас нет никакой неприязни к азербайджанскому народу, к азербайджанской культуре как таковой. Но только что называть азербайджанской культурой, понимаете, когда мне говорят, что не займи великий азербайджанский поэт, ну простите, это то же самое, как Левитан, великий израильский художник. Или Марис Равель, великий басский композитор. То, о чем я все время говорю. Этническая принадлежность того или иного художника в данном случае не имеет значения. Важен вклад художника в ту или иную национальную культуру. Я не знаю, был ли Низами по происхождению и тюрком. Я вполне допускаю, что, может быть, он был и тюркского происхождения. Может быть, он и родился, я просто не знаю, может быть, не родился на территории современного Азербайджана. Но Низами, конечно же, великое явление великой иранской культуры. А об азербайджанской культуре мы можем говорить с того момента, когда начинает складываться азербайджанский язык как современная форма, лингвистическая форма и основа литературного языка. Это происходит только где-то к XIX веку. Об этом, если не верите мне, посмотрите Британику, Иранику, если не верите советской энциклопедии Брагауза и Фрону. Пожалуйста, посмотрите в любую открытую справочную литературу. Азербайджанский язык как основа литературного творчества, он формируется в существующем виде только к XIX веку. Поэтому мы можем говорить, что да, великий Ахундов, да, великий Каракараев, да, Таир Салахов. Конечно, это прекрасные, блистательные мастера культуры, художники, поэты, композиторы. Муслим Магомаев, наконец. Хотя этнически он не азербайджанец. Но он явление, конечно, азербайджанской и советской культуры. Общесоветской и, конечно, азербайджанской культуры. Молодая, динамичная культура, проявившая себя, блестяще проявившая себя в XX веке. Ну, что плохого-то? Ну, развивайте, совершенствуйте. Кто вам мешает? Откуда вот этот комплекс неполноценности, какой-то совершенно болезненный, патологический комплекс неполноценности, что обязательно нужно устроить, искусственно придумать себе культуру на тысячелетие? Что плохого в том, что ваша культура молодая? Что в этом плохого? Зачем ее искусственно, так сказать, и ради этого заниматься культурным воровством? Ну, это вот патологический этот комплекс неполноценности, но, конечно, в его основе сугубо шовинистические комплексы. Ведь мне даже вот многие армяне говорили, из бакинских армян, из генжийских, кто оттуда бежал, кто вот в Москве перебивался вот в эти годы изгнания. Они говорили, что там типа-то о родителе наших ничего плохого не говорили. Там вот до 70-х годов вроде все нормально было. Но с приходом к власти Гейдара Алиева, хотя и до него все это, так сказать, тлело, 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 но при нем это уже началось в открытую. А мы помним, я прекрасно помню, как по телевизору показывали, как он принимал Леонида Ильича Брежнева, когда тот в Баку приезжал. И как после этого он взлетел и стал членом Политбюро. Ну, Леонид Ильич, может, он, так сказать, человеком и порядочным был, как мы знаем, и войну прошел, и воевал по-настоящему. Ну, вот любил он, конечно, лезть. Любил, когда перед ним лезоблюдство и лезть любил. И вот взлетел. Тут же появляется вот эта вот албанская теория, которая начинает насаждаться. И насколько это опасно? Ну, то, что, конечно, вот я при своей глубокой симпатии и любви к Армении, мне это особенно больно, конечно. Ну, вообще, это вот я говорю, что это тренд. Действительно, это тренд современного мира. Посмотрите, что на Украине творится по отношению к русскому языку, по отношению к русской истории, к русской культуре. Что творится в Восточной Европе. Мне, как русскому человеку, бесконечно больно, что Россия, которой после 91-го года ничего плохого Польши не сделала. Ничего абсолютно. Отпустили их на все четыре стороны. Распустили варшавский договор. Проявили добрую волю. Все, пожалуйста, живите как хотите. И вот такая вот истерика антироссийская. Из-за чего? За что? Ну, похоже, что вообще в политике проявление доброй воли – это грех. Как реставрация мечети, верхней мечети Гуараги в Шуши. Никто не оценил. Это же с доброй воли. Так вот. Так что это, к сожалению, действительно мировой тренд, который сейчас переписывание истории и изничтожение национальных культур, особенно тех национальных культур, которые оказываются на пути неких глобальных мировых сил. Вот в данном случае Россия оказалась костью в горле на пути мировой глобализации. Сейчас все, что мы видим. А Армения оказалась, так сказать, на пути пантюркизма, который в данном случае мировое глобалистское, так сказать, правительство, оно позволяет проявляться вот пантюркизмом. Продолжение следует...